Вот чайки, красавчик, даёт так. Это основная тема, которую я лично хочу взять за новичка. Пароли на весь месяц вперёд. Смотрим дату. Готово. Вообще, да? Жесть! Организованной толпой мужчины прут. Мы собрали чоппер, кстати. Друзья, вы собрали чоппер. Всем привет, друзья! С вами Харди и мы продолжаем. Новый человек! Человечище! Просто огромный человечище! У нас в разгаре, конечно же, сезон номер 6. Что, я считаю, новичок может взять легко? Вот, как бы, хочешь, можешь и до почтения дойти. Но, вот это, бро, тактик, часть двигателя, ракетница, да? Это твой чоппер. Это вообще просто бомбическая штука. Как бы, это мы можем легко взять за новичка. Здесь, вот эти штуки, всё здесь важно, всё здесь круто. 10, блин, карбона для новичка. Это на будущее, на модификации вообще дичь. Но, я тебе рекомендую, самое главное, чак, да? Вот этот тактик забрать изишно. Здесь, как бы, блин, ну, всё круто, никто не спорит, да? Все тут награды хороши. Но, самое главное всё-таки, да? Это вот этот тактик и 5 кусков двигателя. Ракетница лишняя не будет. Очень легко и просто. Если ты не видел прошлый ролик, посмотри в плейлисте нового человека, да? Как, чего? Вообще изишно. Я сейчас тебе покажу. Вот мы попутно забежим, да? Мы сейчас с тобой отправляемся вообще на главную локацию. По многочисленным просьбам, да? Мы всё-таки сейчас с тобой пойдём, пойдём в локацию Бункер Альфа. Это самая важная локация для новичка. На втором месте лока называется Ферма Старая. Вот эти две локи фармишь, и у тебя всё будет бомбически. Бомбически-эпически. Ты будешь развиваться, как на дрожжах. В чём фармить? Вот так вот прям фармишь. Вот так прям фармишь. Когда чуть-чуть докачался уже, да? Где брать клей? Просто посмотри плейлист, где я беру клей. Это не проблема вообще. Клей это не проблема. Вот. Когда чуть-чуть докачался, вот этот станочек тебе даёт гвозди. Тебе даёт пластины блинчики. Это обычный верстак, да? Потом мы берём клей, берём пластины. Так, берём кожу. И превращаем вот этот вот убитый сет в бомбический сет, в котором ты не то что Бункер Альфа порвёшь, ты вообще всю игру порвёшь в этом сете. Ну, усиленную шапку, да? Её можно, чёрную шапку эту, даже и не приносить домой, раздолбанную. Она изично крафтится. Посмотри. Изи, вообще. Вот этот станок. И будет тебе и плотная ткань, и неплотная ткань, да? Без проблем. То есть, её можно ломать, её даже не обязательно. Но если снял, ты откуда-нибудь там принёс. Вот сейчас у нас в шестом сезоне очень много мы нагибаем рейдеров, да? И нагибая этих рейдеров, они дают раздолбанные вещи, да? И бывают вот таких шапок очень много. Не поленись, довези их домой, пускай они у тебя дома лежат. Эти шапки потом перегонишь в шикарные вот такие шапки. Да? Как бы, ну в данный момент нет смысла перегонять. Клея мне лично хватает. Я не знаю, почему мне говорят, конечно, ты объясни, как новичку клей достать. Проходим бункер Альфа, фармим, мотель, обычные локации. Потом полицейский участок по минимуму, да? И всё, и готово, и будут в Абдиберии до этих, блин, ерунды этой клея. Одевать некуда. Как одеваемся в бункер Альфа? Вот в чём вопрос. Я тебе рекомендую брать всё. Давай посмотрим, что это за лут. Вот это на локациях оранжевых падает вообще по стоянку. Потом. Вот это. Блин, ну это вообще, это такой хлам лут. Он везде падает. Вот это гуманитарные грузы, конечно, проходи. Ствол берём. Что мы берём вообще с тобой? Что мы вообще берём в бункер Альфа? Учитывая, что это самая важная локация в игре, мы туда всё берём. Всё берём. Ты не видел, бро? Посмотри. Посмотри плейлист. Посмотри плейлист. Мы лещами фармим всё вообще. Нам ничего с тобой не надо. Всё, что у тебя остальное остаётся, тащи в бункер Альфа и будет тебе счастье. Вот. Зачем так много туда тащить? Да не надо как бы. Ну, хард режим, да, когда мы бомбим хард режим именно, он требует прям хорошо. То есть на харде могут понапрягать. Перед тем, как идти в бункер, конечно, желательно семена мозговихи схавать. Это вообще суперская штука. Вот, видишь, печушки стоят, а печушки не могут стоять. Печушки должны работать со страшной силищей. Готово. Опыт увеличили. Вот здесь можно посмотреть, да? Больше опыта на час десять. Ещё хотел тебе такой скриншотик показать. Сейчас покажу. Вот такой замечательный скриншотик. Что нам надо в первой репутации Чака? Вот. Доски, металл, да? Гвозди и болты. Всё. Вот этими четырьмя штуками спокойно прогадаешь репутацию. Что дальше такого язишного можно отдавать? Опять же, металлические пластины. Это тоже самое железо. Пружины. Ты в бункере Альфа в ПУ их будешь находить. Подшипники и чёрная краска. Да? И можешь ещё отдавать зелёные жетоны из бункера Альфа. Вот эта репутация тоже может новичок её взять. Но. Да нафиг она не нужна даже. Ну реально, блин. Тактик главное забрать. Всё остальное пофигу. Как-то так, бро. Как-то так. Поэтому мы по пути забежим сейчас к этим мужчинам. Им позанутным. А потом, конечно, бункер Альфа. Я не посмотрел даже пароль. Как ты уже заметил. Почему? Да я пароль смотрю в паблике канала Печка ТВ и в Дискорде. Присоединяйся. Ссылочки в описании. Сразу на главных страницах. Пароли от бункера Альфа, блин. На весь месяц вперёд. И радио нам с тобой вообще не нужно. Ну как не нужно? Рейдить. Мы будем с тобой рейдить, конечно же. Вот. Так вот. Легко и просто прокачивается репутация. Я сейчас даже не полностью вбил. Вообще пофигу, понимаешь? То есть он у меня обновляется. Я вбиваю. Недель ещё. Целые килограммы маленькая тележка, чтобы поднять ему фулл репутацию. Вот эти вещи даже и фармить-то не надо. Реально. Вот эти шоколадки тратить. Дубовые доски. Не обязательно их даже тратить, чтобы вбить у него репутацию. Поэтому как бы дерзай, бро, дерзай. Старик меня не интересует, честно. Ну этот бешеный гарик, да? Вот чайки красавчик. Даёт тактик. Это основная тема, которую я лично хочу взять за новичка. У меня просто ещё дневник выжившего, да? Надо всё-таки дневник выжившего повыполнять ещё. Вот так мы заходим просто в паблик Печка ТВ. Прямо вот в этом меню. Бункер, пароли. Видишь, бункер, пароли. Нажимаем. Готово. Пароли на весь месяц вперёд. Смотрим дату. Готово. Вот оно. Вот он этот ивент, который я тебе не рекомендую пропускать. Разрушитель, кувалда, части двигателя. Всё там. Всё в нём. Бункер Альфа практически наш второй дом. Не успеешь войти, а тебя уже встречает мужчина-лампочка. Мужчина-лампочка светится просто. Пышет энергией. Смотрим. Это у нас уже за то недолгое, что мы с тобой пофармили бункер Альфа. Да посмотри. Ну, блин, ну как бы, ну да, да. Ну, 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 ты понял, да? И это только начало. Я ещё даже не начал его фармить, понимаешь? Ты можешь так же. Это не проблема. Это не сложно. Посмотри просто ролики. Разрушители, кувалды, мачеты. Не советую тебя ломать. Оставляй на последний удар. Вот. Зачем? Тебе это потребуется, когда начнёшь собирать модификации. Прям вообще серьёзно. Я только разве что мясницкий нож сейчас буду ломать. У меня тут уже запасы, я не знаю, бомбически, фантастически. Я даже ещё не начал, понимаешь, фармить, бро. Блин, ну как бы, ну, вообще, ну в чём проблема, да? Вот сразу тебе говорю, стеллажи огнестрела не копи. Ну нафига они тебе? Ну вот в данный момент, да, можно на всякий пожарный взять один ствол. Мы уже можем с тобой ящики вскрыть, соответственно. Дискету уже нафармили. Что это такое? Это вообще бомбический лут. Я покажу тебе самое вкусное. Как вот, когда ты совсем первый раз пришёл в бункер Альфа. Вообще, на самом деле, тебе надо в плейлисте нового человека посмотреть, что значит первая зачистка бункера. Пока нет второго кармана, действуем без скилок, да? Ну как бы, без вариантов. Первый лайфхак, это, конечно, воин из-за угла. Вот так вот подводить можно кожиедиков и воин из-за угла, да? Тебе требуется только оружие с дальней атакой. Видишь, да? Это дальняя атака. Мы достаем. Теперь берём мясницкий нож. Тоже достаем. Допустим, если не достаёшь, фиг с ним. Что ты можешь сделать? Вот так отходишь и чуть-чуть подводишь поближе. Теперь я в упоре. Я теперь даже лещами достану. Это, я тебе показываю, воин из-за угла, да? Тактика самая главная. Ну, соответственно, когда ты спас первый раз инженера, это тот самый мужчина, который тебе даёт вот эту дискету и вот эти все-все-все награды. Докачаешь уровень репутации до 15-го левла, бесконечно у тебя будет даваться дискета. Это не может не радовать. Это протокол защиты. Я думаю, ты знаешь, что это такое. Не активируй его пока что. Там нужен слепой охотник исключительно, пока мы новички. Я тебе сейчас покажу, если, допустим, у тебя вообще жизнь дала трещину, так сказать, да? И всё вообще фигово. На 60-м левле нам будут доступны рейды, да? Чуть-чуть остаётся. И мы вообще прям будем стоять. Если вот этих вот мужчин фигачить, делаем удар и сразу садимся. И сразу садимся. Видишь, да? Получается по стелсу. Экспериментируй. Вот таких фишек в бункере Альфа очень много. Вот этот бомбический, бомбезный ящик. В нём всегда либо молоток, либо ключ. Они нужны. Они важны. Вообще можно не говорить о том, что они нужны, да? Ты и сам это знаешь. Опачки, да? Всегда шикарный ящик. Скидываем пока вот этот сет. Скидываем вот это обилие из обилия оружия. Нам столько и не надо. Ну, как бы фиг с ними. Есть и есть. Погнали. Самый важный этаж, который тебе нужен, этаж номер 3. Почему? Когда ты начнёшь фармить гранаты. Кстати, не могу не подметить вот эти 5 гранат. Это тоже огонь. Это просто вот шикарно можно сделать. Сейчас скажу. 2,5 зачистки бункера Альфа. Фулл третьего этажа, да? Чуть-чуть огнестрела будем докидывать. В общем, я всё покажу. Ну, значит, третий этаж. Он самый объёмный по количеству карт. Мы на месте. В чём заключается стратегия? Блин. На самом деле, она всё гениально и просто. Если успел сесть, да? Вот такая фишка. Не всегда будет получаться садиться. У меня тоже, если честно, не всегда. Ну, как бы воины за угла, да? Я сейчас их к стенке подвёл, чтобы они по стеночке бежали. И вот понеслась, да? Можно лещами вообще весь бункер зафармить. Без проблем. Просто долго будет. Я тебе не рекомендую тратить бешено времени. По поводу опыта. Если именно опыт, да? Вот поначалу вообще старайся не только третий этаж. Я тебе показываю третий этаж как самый важный. Но пока мы новички, пока нам нужен левел, пока нам нужен скилл взломщик, чтобы получать гранаты, надо полностью полную зачистку делать. Всё вообще. Все этажи нормала. Почему? Это самый быстрый левел ап. Добавляешь вот эти сто процентов. Это вообще что-то с чем-то. Нам сейчас с тобой нужна. Что мы вообще делаем? Полная зачистка нас интересует, да? Но без яростных гигантов. Мы никак сейчас не выведем с тобой. У нас нет гранат. То есть мы можем их вывести посредством гранат. Ой. И огнестрела, да? Вот. Гранат и огнестрела. Тратить огнестрел на них? Блин, я не знаю. Но можно, бро. Можно. Мачету сломал. Надо бы не ломать. Но я тебе не советую. Я рекомендовал тебе лопату. Почему? В ней нет кожи. Если у тебя проблема с кожей, да? Лопаты ты можешь без границ крафтить. Посмотри, как красиво. Не новый человек. Просто, я не знаю, терминатер какой-то. Вот. Я пока что не скрафтил вообще ни одного оружия. Вот я когда начал за нового человека. Вот. Блин. Ну. Нет. Я не ошибаюсь. Я ничего не крафтил. Вообще ничего еще не скрафтил. Понимаешь? Я ни одного ближнего оружия не скрафтил. Это все дается в игре. Когда ты проходишь. Играешь банально, да? Это то там далось. Там, то там далось. Ну то есть это все выбивает. Сейчас будет у нас три пацана. Вот тут есть резон. Сделать вот такую фишку. Да. Можно их отвезти, да? Вот туда вот за стенку. Опять же, воины за угла. Но я делаю вот так. Чуть-чуть дэмэджем. Скинули, да? Одного нагнули. Одного чуть-чуть нагнули. Все. Дамага практически я не получил. Быстро, четко, хорошо. Смотреть на этот огнестрел, значит, и молиться, бро, не надо. Да, у меня есть уже скилл самолечения. Все, что он дает, экономию дичайшую твоего огнестрельного оружия. Вот этот парень, вот этот парень, тебе нужен на хард-режиме. Самое главное, слепыша, слепой охотник, ты должен его наказывать. Должен. Вот, старайся его фигачить вот каждые два дня, когда откатывается бункер. Реально просто, это очень важно, да? Это 10 билетов, самые выгодные 10 билетов из всего бункера. Здесь можно через монтировочку пройти, да? Есть такая функция. Вот, видишь? Ну, блин, отмени. Ну, как бы, ну не стоит. Ломать монтировку, да нафиг надо. Здесь вот так вот ползем по стеночке. Красиво, да? И воины за угла. Понеслась. Красиво. Мы сейчас облутаем, ну, практически весь, да? За исключением одной большой комнаты, там ничего такого сверхценного в ней нету, бро. Поэтому я тебе разберу, можешь на нее забивать. Про монтировку, да, я уже говорил. Монтировка очень хорошее оружие. Несницкий нож, чем хорош? Если ты взял премиум, значит, дневник выжившего, у тебя будет тактический нож, да, сборка. И несницкий нож, ты с ним всю игру будешь проходить. Вот с этим ножом. Ну, это просто, я не знаю, это бомба, а не оружие. Но он настолько крут, что у меня прям слов нету, понимаешь? У меня прям дыхание перехватывает, насколько он крут. Он бьет всегда ближнего зомби, да? Если ты не знаешь, как цель выделяется, ближний, всегда ближний. То есть, если у тебя меняется таргет, да, осталось у пацана пару ударов, конечно, сам подбеги к нему и добей, чтобы тебя била уже не толпа. Здесь, опять же, тоже ползешь вот по этой стенке до вот этой черты. Если дальнее оружие, ты дотянешься и всекешь. Вот, к примеру, тоже дальнее оружие, да? Эти знаки, блин, в оранжевых локациях они падают килограммами, пачками эти гребаные знаки. То есть, ну, действительно, очень много. Без всяких скиллов собаки, там, без... Просто их просто тонна падает, и все. Берем абсолютно все. Нам все надо, да, с тобой. Вот здесь вот, да, тоже, смотри, такая тема. И не бойся, он тот вот парень не агрится, он вообще какой-то это. Тепленький. То есть, тут такие нычки везде, да? Да? Блин, ребят, ну быстрее. Можно и без этого воина за угла. Самое главное, разделять дэмэдж. То есть, толпу зомби видишь? Так. Вот эту вот ерунду сейчас мы возьмем, и парень заагрится. Он пока что нам не нужен. Мы заберем, заберем, бро. Не надо париться, все заберем. Здесь тоже, да? Такая же тема, вот, блин. Оп, не получилось, не страшно. Вот в этот угол давай. Так, чуть-чуть и догнули. Блинский. Смотрим обязательно за левелом, да? Как только левел ап. Ну, ты знаешь. Вот, видишь, далеко. Не достаю ножом. Вот так отходим. И подходим. Понял, да? Я его подвел красиво. И готово. Сейчас. Просто вот так вот разделяю властвую. Мы сейчас просто чуть-чуть дпс снимем по себе. Одного, ну, соответственно, можно вот сюда уйти, да? Даже учитывая, да, что я чуть-чуть дэмэджа получаю, это вообще не страшно. Если ты будешь в фиговом сете или вообще без сета в трусишках, бро, не страшно. Просто ты будешь чуть-чуть больше дэмэджа получать и потратишь больше хила. Я сейчас трачу копейки вообще, да? Ну, что я вот трачу? Ну, я ничего не трачу. Я могу и так драться без проблем. Ну, чуть-чуть больше потрачу хила, быстрее сет уйдет. Да какая нафиг разница? Ну, конечно, выгоднее войны за углом. Ну, что? Вот эту большую комнату страшно, мы не трогаем. Мы на нее вот так вот прям. Прям стоять. Вот вам, вот вам, блинчики. Я даже не знаю. Вот теперь вот стойте и... Вот так вот. Мы воняем. Ну, не страшно, да? Даже хорошо будем вонять, на нас очень много негодяев будет кидаться. Так. Облутать надо все ящики. Ты спросишь меня, как блинчики, как... Да елки-палки. Да елки-палки, это же элементарно. Так, сейчас, погоди. Вот эту маленькую комнатку лучше зачистить. Мы вот ту большую не будем трогать. Я тебе просто не советую. Ну, зачем она тебе? Ты посмотри на левелапы, самое главное. Самое главное, посмотри на количество уровней. Вот этим разрушителям не советую тебе бить в лицо. Почему? Он слишком дорогой, бро. Он слишком дорогой. Такой вышел-зашел, да? Вышел-зашел. То есть, нам они нужны, чтобы качать потом модификации. И потом, когда будешь моды собирать, ты скажешь, блин, сколько надо разрушителей на ручку карбоновую? Восемь? Чё, серьезно? Ну, типа того. Такая реакция будет. Если ты сейчас их будешь оставлять, да? На один удар оставляем и несем домой. Все будет намного проще. У тебя все будет уже готово к модам. Так, ну что, нам остается вообще буквально капелючечку. Буквально капелючечку. Можно ли тратить огнестрел? Да какие проблемы вообще? Может, воинам из-за угла воевать? Надоело воинам из-за угла тратить огнестрел? Ничего страшного вообще. Мы, если все правильно с тобой красиво делаем, да? Будет у нас и огнестрел, и не огнестрел. Все будет. Ой, блин. Короче, надоел. Так. Все, в принципе, все готово, да? Остается буквально капелючку. Ну, вот сейчас вот, смотри. Вот эта комната, тоже воин из-за угла можно, да? Зачистить их. Вот этих бомжей. Но. Их тут столько много, блин. И вот так аккуратно. Ай, загорел все-таки. Как этого пацана разагреть? Либо выйди из игры, либо поменяй лифт. Ну, вот ты понял, да? Парень, который идет. Выходим на другой этаж. Вышли на другой этаж. Разагрелся парень. Ну, либо в лагаут, да? Можно, соответственно, сейчас все поскидывать. Нам сейчас место с тобой надо будет. У-у-у-у, тьма просто. Вуаля! Парень разагрелся. Но. Не надо к нему близко подходить. То есть, он как бы разагрелся, но не совсем. У него теперь память мышечная какая-то осталась. То есть, он теперь агрессирует на нас. Вот. Так. Сейчас он, блин. У меня чуть-чуть брони остается. Вот в чем косяк-то, а. Ну, вот сейчас вот пацаны вылезут. Смотри. Они сейчас тоже агрятся. Если ты резко вот так за угол встанешь, да? Ну, то есть, войны за угла, да? Можно делать. Я потрачу пистоны, пофигу. Конечно, есть более интересные моменты, куда их тратить. Блинский блин. Это что такое, друг? Чуть-чуть не достаем. Очень важный ящик. Такой есть на каждом этаже. Ключ или молоток. Вот он, этот ящик на третьем этаже. Блин, не забывай о нем. Реально, лутай его всегда, и у тебя будет все нормально. Не будет у тебя проблем с этими ресурсами. Опа, ключ, еще и жетон. Теперь, самое важное. Казалось бы, гранат нет. Я новичок. Что мне делать? Да ничего не делать. Смотри, у меня даже ботинков нет, бро. Да и пофигу. Агрим всю эту толпу. Все гениальное просто, друзья. Агрим всю эту толпу бомжей. Ведем за собой. Не тормозим. Бежим быстро, да? Здесь я стою, пацана, агрю. Все, он заагрился. Он меня сейчас бьет. Чтобы я не выхватил, когда он из двери выйдет. Ты то же самое будешь проделывать, когда с гранатами. То же самое. Только сейчас, пока у нас нет гранат. Кто мешает забирать наш лут? Ну, кто мешает? Все, вот так заагрили, да? Красиво. Можно расслабиться. Получаем лвла. Я знаю точно, ничего они не сделают. Смотри. Самое главное, бро. Вот к этому краю, чтобы последний негодяйский. Гигант, да? Не всекал тебе. Надо вот к этому краю вставать. Не вставай сразу вот этот в угол. Он тогда будет обходить дверь. Ну, как бы вот так вот. Так. Берем лвла. Голод с шансом. Ну, здесь вот это. Нормально, да? Плевки. Так. Рейд. И на максимум оглушение. Вот я беру плевки. Ну, блинчики, ну дайте взломчик. Ну, дайте. Бревно дуба. И сдаете при рейдах меньше. Ну, вот так вот берем. Так, собрали, да? Идем дальше. Мы еще не всех собрали с тобой. Поэтому давай уж всю толпу соберем. Они очень медленные. Посмотри. Очень. Ты можешь использовать это и в хард режиме. Без проблем. И тогда ты будешь два раза лутать бункер альфа. В два раза больше лута. Никаких проблем с алюминиевой проволокой у тебя не будет. Естественно, если убивать этих бомжей, вот это, блин, шикарно вообще. Но можно и вот так действовать. Вот за этой стенкой, бро. Вот я тебе мышки показываю, да? За ней ты будешь стоять, когда гранатами фигачить будешь. Вот там вот где туалет, да? У меня сортир. Ну, как хочешь, говори. Но нас сейчас пока это не интересует. Гранат у нас нет. Просто вот сюда приходим. И вот так вот действуем. Мужчины в сборе. Теперь по стульчикам. Когда увидел, что самый крайний махнул, пробегаешь. То есть вот крайняя рука видишь. Потому что бывает они как-то, ну, попадают. Так, ждем. Все, махнули. Побежали. Ну как? Ты понял? То есть мы сейчас никуда в лагауты не выходим. Мы лутаем с тобой. Естественно, смотри за ними. Ну вот у меня ботинков нету, да? Это фигово. Ты можешь сделать пару кругов. В любом случае, экономия, друзья, очевидная, да? Они медленные, да? Мы очень быстро собираем. Вот. Здесь учится рецепт ванны. Но вот в данный момент, да, меня могут зажать. Я могу не успеть выйти с этой комнаты. Они вот здесь снизу вылезут. Ничего страшного. Мы пробежим через яд, получим чуть-чуть радиации. О, хорошо, да? Сейчас, если не будем успевать убегать с комнаты. Вот, не успеваем из комнаты выбежать. Вообще пофигу. Какая нафиг разница? Есть здесь выход еще. Остатки заберем на обратном пути. Вот так пробежали. Идем дальше. Быстрей, 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 да? Смотри их по радару. Можно несколько кругов сделать без проблем. Стоит ли оно того? Блин, ну ты видел мой лут, да? Давай посмотрим, что мы сейчас налутаем. Оно стоит того, поверь мне. Если у тебя есть спринт, либо кувырок, тоже, да? Хороший скилл юзать. Вот прям сейчас. У меня есть и то, и то. Спринт он очень сильно ускоряет. Где они? Пока что не видно, да? Как только они вот здесь покажутся, все, надо выбегать из комнаты. То есть, если даже... Блин, давай, 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 друг. Если даже ты упадешь, тоже не смертельно, да? Ну, как бы смертельно. Ты упадешь, но ничего страшного. Ты можешь всегда вернуться в бункер альфа, забрать лут. Это взломщик, это граната. Этот ящик мы не трогаем, мы его ничего с ним не сделаем сейчас. Я не знаю, мне кажется, эта стратегия просто бомба. Заслуженно, заслуженно мы с тобой можем фигачиться и развиваться. Не успеем, да? Не успеем этот ящик. Ну вот, грубо говоря, за пару кругов, да, ты вскроешь весь бункер. У нас сейчас есть время, я могу тебе показать, где ты будешь пользоваться гранатами, бро. Если ты не приходил на стрим и не видел. Вот здесь. Вот здесь ты прям будешь стоять, кидать, кидать. Как только граната улетела, готово. Кидаешь, да, две гранаты, огнестрелом добиваешь. Либо три гранаты и полностью выносишь. На хард-режиме четыре гранаты, соответственно. У них там чуть-чуть брони есть, да? И в результате мы лутаем полностью всё. Турель. Да как бы, блин, ну тебе это надо. Вот я тут же. Боже, не лутать турель. Я бы на твоём месте забил на турель. Так, здесь мы всё облутали. Если вдруг тебя зажимают, они как-то от тебя, ну, идут как-то по-другому. Какие проблемы? Сделал логаут из игры и всё. Так же ты можешь второй этаж лутать. На четвёртом. Ну, четвёртый, он там другой, да? То есть там нет такого вообще резона вот так лутать. Всё, в принципе, мы закончили. Вообще, да? Жесть! Организованной толпой мужчины прут. Ну вот и всё. Вот такой вот лайфхак я хотел тебе показать, да? Такую крутую фишу. Я не знаю, это безобразие. Вот тебе алюминий, да? Соответственно, жетоны, жетоны. Это вообще дичь. Теперь, что я делаю? Я переключаю хард-режим, да? Красиво переключаю хард-режим и убиваю нафиг слепого охотника. Чем? До огнестрела. То есть если бы я сейчас ещё сбегал на второй этаж, у меня бы уже было талонов и оранжевых, и зелёных. Если не хватит, во вторую попытку. Не очень весёлый у нас получился ролик, зато информативный, да? Если ты не знаешь, как начать фигачить бункер альфа, посмотри просто плейлист. Я бункер альфа фигачил, я не помню, на 20-м, на 30-м левеле. То есть при первой возможности, как только я смог сюда прийти. Где брать пропуск? На любой локации пропуск может выпасть. Вот смотри, раз, да? И вот этот сет плюс хил, блин. Два. Мы собрали чоппер, кстати. Друзья, вы собрали чоппер. Если понравился ролик, бро, присоединяйся к каналу. Видосы выходят каждый день. Вот, чтобы не пропускать. Конечно же, оцени Лукасом. Ну и не забывайте, друзья, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Дальше будет больше нового человека. Мы разгоняемся, мы разгоняемся со страшной силой. Тебе не хватает в игре хила? У тебя нет вот этого всего? Вот этого всего. Я покажу тебе, как добыть это все, не имея вообще нифига. Вообще нифига, понимаешь? Вот так вот, вот так вот мы добываем все, что нам надо. Мы новый человек. Индиго, блинчики. Индиго в смысле. Ну ты понял, да? Мы в трусах все себе добываем. В общем, пока-пока, друзья. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok